Вы в курсе, что вопрос об открытии в хосте Центра социальной реабилитации для бывших наркоманов и алкоголиков власти Сочи решили в пользу жителей? Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Итак, Центра для бывших алко- и наркозависимых в хосте не будет, но зато будет новый детский сад. О планах руководства района мы узнаем из первых уст. Гость нашей студии сегодня глава администрации хостинского района Игорь Яшнов. Здравствуйте, Игорь Николаевич. С момента вашего назначения не прошло и месяца, но вы уже активно включились в работу. Пришлось решать и острые вопросы, и защищать интересы хостинцев, которые сейчас выступают против того, чтобы в центре района велась работа с населением из так называемой группы риска. И так озвучите принятое по этому поводу решение. Действительно, население хосты каким-то образом узнали о том, что бывший детский садик Ясли Павушинского 6 должен быть передан для создания реабилитационного центра, для неблагополучных граждан. И, соответственно, реакция населения была абсолютно категоричная. Практически все население хосту выразилось против размещения неблагополучных граждан рядом с жилым массивом, очень высокоплотной застройкой. И в результате активных переговоров с депутатским корпусом, с жителями, глава города принимает решение все-таки искать альтернативный вариант. Данное решение, оно в принципе уже принято. Один из альтернативных вариантов, это бывший МОП Вардоне, насколько я помню, он называется. Да, один из таких вариантов для создания подобного центра. Ну, считаем, что данное решение ближе к народу. То есть жители услышали? Жители услышали, да, и на сходе граждан в поселке Хоста, которое произошло позавчера в Луче, тоже об этом было озвучено, о том, что данный объект останется детским садом Яслями. Бюджет города будет изыскивать возможности и средства для того, чтобы, возможно, восстановить его и поставить социальным направлением детский сад Ясли. Не обязательно в следующем году, возможно, позже, но в любом случае данная территория будет приведена в порядок и будет дожидаться своего звездного часа. Ну, здорово, здание будет использоваться по прямому назначению. Надеемся на это. Хостинский район и все его болевые точки вам хорошо известны. Несколько лет назад вы занимали должность заместителя главы района. Или многое изменилось, и вам заново приходится ознакомиться с проблемами хоста и хостинцев? Да, действительно, я отработал год первым заместителем главы хостинского района. Это было в 2007 году. Я не скажу, что спектр проблем несколько изменился. Единственное, возможно, что добавилось, это та самая активная самовольная, в том числе, застройка города. Да, этой проблемы раньше не было. Сейчас она на одном из первых мест рейтинга активности и внимания жителей. Та борьба, которая ведется с самовольным строительством, все о ней знают, какие успехи достигает администрация города, администрация района, над теми службами, подразделениями, правовыми управлениями, совместно с судами, под четким, неусыпным контролем прокуратуры района и города. И действительно, очень серьезные подвижки в плане остановки подобного беспредела, когда на земельных участках, предоставленные для садоводства, либо для ИЖС, возводятся многоквартирные жилые дома. Впоследствии граждане необдуманно приобретают подобные квартиры, мы их не назовем, это помещения, не обеспеченные коммунальной инженерной инфраструктурой, в которых отсутствует полноценное водоснабжение от ресурсоснабжающей организации водоканала, отсутствует теплоснабжение от Сочи Теплоэнерго, либо собственным источникам, отсутствует полноценное электроснабжение, не соответствуют кабельные сети, трансформаторные подстанции и так далее. И в конечном итоге это, конечно, вызывает очень много проблем у данных граждан, и буквально сегодня несколько таких горячих точек на территории Хостинского района есть. Какое принято будет решение? Есть прецеденты, что сносились такие здания? Те здания, которые введены судом в эксплуатацию, признано право собственности на здании, дальнейшим судом признаны те помещения, которые внутри находятся, разделены для дальнейшей продажи. Не думаю, что по ним будет приниматься решение по сносу. Сейчас задача стоит на том, чтобы не допустить подобных объектов в дальнейшем, и не порождать в будущем тех самых подобных проблем. Кроме того, что мы видим деформацию нашего архитектурного облика, получаем дополнительную социальную нагрузку, социальное недовольство граждан, нагрузку на инфраструктуру, которая не подготовлена к подобным, скажем, захватам. Захватом благоустройства, по-другому это не назовешь. То есть те бизнесмены, которые за короткое время собираются или планируют зарабатывать средства, то есть сейчас у них такой возможности уже меньше и меньше и меньше. То есть идет очень активное пресечение подобных мероприятий. Ну и отлично. Наверняка у вас есть определенный план решения накопленных вопросов в районе. Какие из них первоочередные? У нас план есть, есть понимание абсолютно того, что в районе происходит, что нужно делать. Вы знаете, что мы ежедневно проводим в каждом микрорайоне сходы граждан под председательством первого заместителя главы города Чермита Магдина Мадиновича. Очень внимательно идет работа, ведется с населением, выслушивается каждый желающий высказаться. Все замечания, пожелания фиксируются. Формируются так называемые дорожные карты. Устанавливаются ответственные лица, устанавливаются сроки. Под данные поручения формируется бюджетное задание. Возможно ли это сделать за короткое время, либо за длительное. Мы понимаем прекрасно, есть такие задачи, которые можно решить буквально сегодня одним звонком. А есть такие, которые требуют колоссального финансирования. И бюджет, естественно, за короткое время выполнить все, что хочется, не в состоянии. Так не бывает. Ну вот с чего начнете, решили? А мы уже начали, мы уже работаем. То, что действительно можно выполнить какими-то усилиями, скажем, собственными, либо своих коллег, администрации города, депутатского корпуса, ресурсоснабжающих организаций, предприятий, либо еще чего-то. Просто обращает внимание на какую-то точечную проблему. И, в принципе, вопросы достаточно быстро решаются. И что касается схода граждан, о котором вы уже упомянули. На сегодняшний день Хостинский район является пилотным, если так можно выразиться, в плане проведения ежеквартальных сходов. То есть такие частые встречи с жителями пока проводятся только у вас. В планах такую работу практиковать во всех районах и микрорайонах. Ну а пока у вас в Хосте уже можно говорить о плюсах таких ежеквартальных сходов? Самое главное, что жители очень позитивно относятся к подобным встречам, к подобным сходам. Да, действительно пообещали, что раз в квартал, как минимум, будут подобные встречи происходить. Те задачи, которые формируются на данных сходах, они задачи не только от жителей к власти, но и от власти к жителям. То есть у нас на сегодняшний день формируется нормальный конструктивный диалог гражданского общества, так скажем. Так, как должно быть. Это важно. И исполнительная власть присутствует, и законодательная власть, и законодательное собрание края тоже присутствует. Звягин Александр Анатольевич на всех этих встречах. Данная работа, вот она сформулирована именно таким образом. И то, что дальше происходит, про дорожные карты, я уже пояснил. То есть оперативнее, качественнее получается решать все вопросы. Каждая позиция удостоена особого внимания, того, которое требуется. Самое главное, грамотно распределить, кому что нужно делать в соответствии с полномочиями, с порядком существующим и так далее. По большому счету ничего сложного, ничего нового. Просто ближе общение с населением. Ну а теперь давайте поговорим о работе конкретных отраслей района. Что с дорогами и их ремонтом? В текущем году, в 2016, очень большая работа была проведена не только на территории Хостинского района, но и всего города Сочи. Это очевидно. И хорошо, что жители с благодарностью относятся к тем работам, которые выполнили по капитальному и по текущему ремонту. По капитальному ремонту Светлана, например, микрорайон, микрорайон Бытха, в Хосте. Текущие ремонты очень большого объема были произведены. То есть в текущем году достаточно серьезные средства были на эти работы направлены. Есть, конечно, и планы на будущее, на следующий год. Где-то нужно по этим же дорогам доработать какие-то вопросы, связанные с ливневыми системами. Где-то не хватает ливневок и так далее. То есть после того, как дорогу приводишь в порядок, возникает, скажем, более остро те недоработки, которые имеются в плане благоустройства. Если в одном месте сделать красиво, сразу будет видно, насколько рядом запущены и безобразно тоже зеленение, зеленка, тротуары, ограждения и так далее. То есть одно за другое тянет. То есть когда идешь к красоте, путь такой. Газификация сел. Программа номер один в городе Сочи в этом году. Каковы результаты на конец 2016 года? Есть определенные результаты. Ряд объектов на стадии завершения. Тоже на сходы граждан мы докладывали. В селе Пластунка, например, газопровод достроен. Сложности с вводом его в эксплуатацию, поскольку данный объект очень длительное время находился в стадии строительства. И те технические условия, которые выдавались газораспределительной организации, они закончили свой срок действия. В дальнейшем следовало продление технических условий. После этого сменилось законодательство. Появилась новая процедура. И вот эти сложности документальные, они привели к тому, что необходимо в судебном порядке вводить данный объект, который соответствует нормам и правилам. Работа уже проводится, уже исковое обращение в суд направлено. И в начале следующего года, очевидно, после новогодних рождественских праздников, будет завершена судебная процедура с дальнейшим вводом в эксплуатацию системы газоснабжения и газораспределения с подачей природного газа. Мы уже гражданам и жителям сказали о том, что необходимо готовиться к данному мероприятию, поскольку за этим последует уже непосредственное подключение домовладений и домов. К этому нужно готовиться и морально, и финансово. Это не дешевое мероприятие. Всем нужно понимать, что необходимо получать технические условия в Гургазе. Там, которая помощь потребуется, мы, конечно, ее окажем. Совместно с Гургазом проведем ряд встреч, как это делалось в Адлерском районе, когда по 106-му запускались поселки. Думаю, ту же самую работу и оказание содействия тоже будет. Ну и информационные штабы наверняка работают. Информационные штабы, как действует процедура, с чего начинать, как действовать. Последует после получения технических условий проектирование, потом заключение договора со специализированной организацией. Необходимо внутри своего дома построить котельную, условно говоря, систему отопления и так далее. И подать природный газ. А борьба с незаконными сбросами и канализацией в Ливневке, каковы итоги? Особый акцент, тот, что обозначался перед городом по поводу борьбы с сливом, сбросом фекальных сточных вод на поверхность, на склоны, в реки, в ручьи, получил особое значение и особый импульс, который привел к созданию комиссии городской, которую возглавляет Чермит Мудин Мудинович, еженедельно проводятся отчеты всех районов, всех подразделений, ресурсоснабжающих, организаций, водоканалов в частности, по той работе, которая ведется по обследованию и пресечению подобного сброса. То есть в ХОСТе пресекаются уже такие моменты? Обязательно, да. Более 1700 на контроле объектов, те, которые обеспечены централизованным водоснабжением, но в то же самое время отсутствует централизованное канализование. И поэтому на этих домовладениях, на этих объектах, и, как правило, и происходят те проблемы, связанные со сбросом на поверхность и в городскую среду, так скажем. Ну а вот в поселке Прогресс достраивается ФАП. Совершенно верно. На каком этапе работы? В текущем году планируется завершение всех работ, благоустройства прилегающих территорий, с тем, чтобы к Новому году жители села Прогресс получили уже фельдшерский пункт с соответствующими медицинскими услугами. Здорово. Вот насколько он был необходим? Был необходим, конечно же, да. Граждане просят, чтобы приблизить докторов к местам проживания жителей. Все-таки отдаленный поселок. Это отдаленный поселок, да, он достаточно далеко находится, и, конечно же, будет удобно. Но еще у вас в районе активно развиваются чайные плантации. Какие планы на этот счет? Действительно, чайные плантации развиваются, и очень даже неплохо. И наши предприятия, которые на территории Хостинского района находятся, Мацеста Чай, получают очень высокие гранты, пользуются очень большим спросом продукция, подсельского чая. Растет производительность данного предприятия, объем сбора на 7-7% в год. То есть это уже серьезный показатель, говорит о том, что в нужный момент предприятию этому было уделено особое внимание не только администрации, конечно же, района, но и администрации города, краевой администрации, очевидно, в плане поддержки сельхозпроизводителя. Конечно, это же очень важно, очень нужно, да, и мы намерены поддерживать. А экотуризм не планируете развивать в районе? Планируем, обязательно, да, потому как Хостинский район, он располагает громадным ресурсом в плане реки, водопады, и вот тот отдых летний на реке, он, конечно, в последнее время становится все более и более популярным, и даже гости нашего города в летний курортный сезон с огромным удовольствием больше внимания уделяют Сочинскому национальному парку, который находится на территории нашего района, на водопады и так далее, у нас же много очень объектов. Обязательно нужно развивать, обязательно нужно приводить в порядок и подъездные пути дороги, и развивать красивые объекты, удобные по реализации той же продукции, местных производителей, того же чая, меда, орехи и так далее. Это все интересно, это нужно гражданам, это нужно бюджету города. Здорово. Ну а такие объекты, как ярмарки, привоз, работают по-прежнему? Ярмарки, привоз работают, на Мацейске очень хорошая ярмарка, хорошая продукция представлена, да, есть сложности в других микрорайонах, но мы намерены этот вопрос тоже доработать, да, сложности есть. Ну то есть они востребованы и никуда, поэтому не денутся. Они востребованы, граждане просят, да, и вот тот опыт, который был несколько лет назад, да, и люди, к сожалению, вспоминают те времена. Я думаю, что мы поработаем тоже на эту тему, да, по хосте буквально сегодня мы говорили, где и как организоваться с тем, чтобы и существующим объектам торговли не мешать и обеспечить тех граждан, которые просят именно эту продукцию. Вот и хорошо. Ну а вопросы санитарного состояния в Хостинском районе не всегда были под особым контролем, и вообще в плане благоустройства, вот чем может район похвастаться в этом году? Судя по разным городским конкурсам, традиционно, именно ваши хостинские ТОСы в лидерах по этому вопросу. Я очень рад, что наши хостинские ТОСы в лидерах и по этому вопросу, и по всем остальным, не только по благоустройству санитарного состояния. Я уверен, что мы продолжим ту работу, которая проводилась, будем доводить до совершенства, потому что санитарное содержание должно быть безукоризненным. Я думаю, это слово подойдет в данном случае. И санитарное содержание в первую очередь, которое должно быть безукоризненным, плюс благоустройство, озеленение, цветочное оформление. Это то, что нам нужно, то, что мы обязательно будем делать. Ну а в следующем году планируется увеличение количества муниципальных пляжей, в том числе и в Хостинском районе? Пляжам, да, отдельное, конечно, отдельное внимание необходимо уделять. Есть определенные сложности, мы знаем, связанные с неудобным, скажем, расположением железной дороги, традиционно советских времен, да, существуют везде подъезды. Там, где возможно развивать и добавлять площади, площади и протяженность пляжей, конечно, будем эту работу выполнять обязательно. Ну и в целом, как прошло лето в районе? Лето прошло, я скажу, ну, наверное, стандартно, что ли. Да, стандартно, обычно, хорошо, много было гостей, хорошая была заполняемость санаторно-курортного комплекса, работали объекты показа, работали объекты услуг, тот же самый национальный парк, о котором мы только что говорили. Да, то есть, ну, есть над чем работать в дальнейшем, да. Но есть и успехи определенные. Да, есть и определенные успехи. Это важно. Но пока впереди зимние каникулы. К Новому году готовы? К Новому году готовы. Да, ёлки поставили, украшаем район светотехническими изделиями, подготовили ряд мероприятий для детей, в том числе и для малообеспеченных. Очень большое количество мероприятий будет в городе проведено, именно в городе, огромное количество, беспрецедентно большое. Да, и на территории Хостинского района, конечно же, тоже. То есть, все наши дома культуры будут задействованы на эти мероприятия. Приглашаем всех жителей, всех гостей города принять участие на этих мероприятиях с подарками, с хорошим настроением. Ну и напоследок, как и принято в конце года, давайте подведем итоги. На Ваш взгляд, что самое положительное произошло в Хостинском районе в 2016 году? Важно абсолютно все. Наша жизнедеятельность складывается из всего спектра происходящего. Можно заново перечислить. Среда обитания, санитария, благоустройство, чистота, внешний вид, много гостей, пополнение бюджета, хорошее настроение, отсутствие самовольного строительства, отсутствие других раздражающих факторов. Вот этот весь комплекс происходящего и дает нам право на то, чтобы усилить и уйти в следующий год с хорошим настроением, с новыми намерениями, с новыми планами и достигать больших вершин. Ну а если можно озвучить, что это за новые намерения? Вот какая новая работа начнется в 2017? А вот та же самая работа, о которой мы и говорили. Если у нас есть определенные планы, пока не буду ими делиться. Пусть это будет сюрпризом. Ну и здорово. Спасибо Вам огромное, Игорь Николаевич, за беседу. Спасибо, что согласились стать гостем нашей программы. Удачи, успехов в такой ответственной работе. Спасибо большое. Спасибо. Напомню, гостем нашей программы сегодня был глава администрации Хостинского района города Сочи Игорь Яшнов. Будьте в курсе всех событий своего города и до свидания. Благодарим за создание имиджа ведущих Beauty Room Dals, студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи, под руководством ее основателя Дарьи Далс. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА